Итак, в Энгельсе, во втором микрорайоне Урицкого, разрушается дом. 12-й год люди безуспешно пытаются отстоять свое право на нормальную жизнь. Сейчас они с ужасом ждут предстоящей зимы, квартиры не отапливаются, в доме постоянные проблемы с подачей газа, а пользуются электричеством вовсе запрещено. По аварийному адресу выезжал Дмитрий Зайцев. Сейчас жители этого 10-го дома, второго микрорайона Урицкого в городе Энгельсе, активно готовятся к зиме. В некоторых окнах нет стекол, поэтому придется забивать их фанерой. На печное топление, которое есть в этой двухэтажке, с незапамятных времен, никто из жильцов не рассчитывает. Многочисленные дыры в стенах плохо сохраняют тепло. В этой комнате вообще все рухнуто, и потолок, и все. Если вниз упадет, и низ завалит. Вот пройдите, посмотрите сами. В здании есть газ, но им из-за многочисленных утечек пользуются единицы. Кроме всего прочего, здесь еще и ветхая проводка. Пожарная экспертиза показала, что пользоваться электричеством категорически запрещено. У меня, допустим, внуки эти, куда их даже сюда и позвать страшно. Они обращались во все компетентные станции, которые есть здесь, в Энгельсе, писали чиновникам областного уровня, однако в разумительных ответов не получили. Одни отписки, обещания внести в план переселения, однако новое жилье так никто и не получил. У меня дочь, у нее тяжелая форма заболевания, ей положено по закону вне очереди жилье. А вот мы обращались в Саратов, я обращалась в администрацию, не в администрацию, а в Министерство строительства. Нам там сказали, что вас должны обеспечить жильем вне очереди здесь, в местной администрации. После судебных заседаний было принято решение признать дом аварийным, однако на расселение жильцов у местной администрации сначала не было средств, а потом о нехороших квартирах вообще забыли. Вот моя плита, я хожу вот мимо, вот. И как, я вот иду и облядываюсь, как мне не упало на голову. В зимний сезон здесь останутся выживать 13 человек. По словам обитателей этого дома, переждать морозы им попросту негде. Местные жители шутят, если в декабре начнутся сильные морозы, то в 10-м доме можно будет снимать реалити-шоу «Холод» с реальными участниками и неизвестным исходом. Между тем администрация Энгельса продолжает хранить молчание. Дмитрий Зайцев, Сергей Суворов, Вадим Лысов, Елена Ребрун и Кирилл Логинов. Вести, Саратов.